Я там столько понаговорила, вырежьте. Это было просто выживание, зарабатывание на хлеб. Как ты видишь свое развитие? Я не знаю. Я б розовенькое выбрал. Зачем это мне и зрителю? Лишь бы вы улыбались. Спасибо. Пример для очень многих женщин. Я думаю, что будет жара. Всем привет. Меня зовут Михаил Николенко. И это новый выпуск нашего шоу «Доступно новое обновление». У нас сегодня новый герой и новый бизнес. Но эксперты, конечно же, все те же. Именно они и займутся разбором. Погнали. Оксана Селиндеева. Экс-топ-маркетолог Сбербанка. Основатель школы программирования для детей Кодди. Сергей Новиков. Эксперт по IT-технологии. Заместитель руководителя Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского. Диана Кадоева. Экс-топ-менеджер Гет. Разработала уникальный подход в управлении клиентским опытом. Александр Коровин. Предприниматель. Основатель платформ Клин.ру и Близкие.ру. Среди всех поступивших заявок эксперты выбрали проект, который показался им наиболее интересным. Героиней сегодняшнего выпуска станет Анастасия Шатерная. Основательница собственного бренда женской одежды Сана Шаны в поселке Красная Яруга Белгородской области. Десять лет назад она решила начать свое дело, открыв в поселке магазин нижнего белья. В 2020 году он принес ей почти 8,5 миллионов рублей выручки. Часть продукции Анастасия закупает у разных поставщиков, а часть производит своими силами в рамках собственного бренда одежды. Сегодня перед ней стоит задача вывести свой бизнес на новый уровень. И поэтому она обратилась к нам за помощью. Анастасия Шатерная. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. 150 тысяч у тебя расход. Да. А что мы имеем в переходе? Выручка 300... 2... 2 100. Себестоимость какая-то. У нас наценка очень хорошая. И в результате, в среднем, если мы берем, то это 70%. Ну да. Ты в хорошем плюсе за квартал. В приличном. И зачем пришла? Типа все хорошо, дед. Указать мои ошибки? У тебя нет ошибок. Как ты видишь свое развитие? Я хочу собственное производство. Сколько это стоит? Миллиона бы хватило, точно. У тебя его разве нет? У меня сейчас есть полмиллиона. И я еще могу заработать. Через два года ты рисуешь себе картинку, где есть собственное производство. А еще, какие у тебя элементы вот в этой картинке есть? Вот пока не поняла. То, что магазин, который приносит прибыль, он автоматизирован, чтобы я могла это все увидеть. Автоматизирован, под автоматизацией. Ты очень интересная. Про что? Я его просто буду видеть. У меня есть Алина. Настя-заменитель. Я вижу в ней талант. Она сможет им управлять этим. Окей, а ты будешь что делать в это время? Бизнес будет приносить деньги. Но я буду развивать производство. Фокус на свой бренд. Да, да. Не перепродажа, а на... Не перепродажа. Супер. Я начинала для этого, потому что мне нужно было заработать на хлеб. У меня не было. Настя, сколько магазинов через два года? Три. Как ты думаешь, вот с чего после нашей встречи тебе нужно будет начать? Какие твои первые шаги? Сайт плюс топ-линк в Инстаграм. Но при этом ты упоминала, что вы сейчас работаете в ручном режиме. Как только вы выходите в интернет, у вас расширяется воронка. Вот ты готова на текущих процессах принять новый объем клиентов? Да. То есть в тетрадочке будет не сто записей, а... Не так, Саша. Была тетрадь двенадцать листов, в годе шесть. Да, тридцать. Ни в коем случае. Ну то есть первый шаг ты понимаешь, какой должен быть? Я сначала сделаю оцифровку. Отлично. Скажи, пожалуйста, что тебе для этого нужно будет сделать? Сама я это не потяну, потому что... Нормально? Это как раз нормально. Это отлично, что ты сама понимаешь. Настя, а как вы думаете, почему клиенты должны вас выбирать? У нас хорошее обслуживание. Клиенты готовы возвращаться ко мне, к моим продавцам, за нашим товаром. Что у тебя покупает сейчас больше? Что-то китайское или это твоя собственная? Из 100 платьев 30 куплены наших. По поводу соцсетей и сайта. Пока ты не определилась с позиционированием и твоей стратегией, надо понимать цель. Ну типа есть сайт и что? Резюмируем, да? Через два года. Ты хочешь производство, свой бренд. Ты не хочешь стоять за кассу. Ты хочешь отойти от продажи, чтобы там делегировать и все остальное. Разработка коллекций новых, да? Да. Если мы говорим про малый бизнес, но оборот до 60 миллионов, это был бы идеален. Интернет-продажи? Да, я научусь. То, что ты не уверена про какие-то следующие свои шаги, это совершенно нормально. И я думаю, что вот эти как раз ближайшие шаги и определятся, и наметятся при помощи наших челленджей, при помощи того, что мы просто чуть более подробно разберем твой кейс. Мне кажется, очень интересная история. Она действительно к себе подкупает, но вот до конца все равно она не уверена. Хочу магазина, не хочу магазина. Очень крутой кейс. Таких людей точно миллионы, и таких бизнесов миллионы. И на базе этого кейса очень хочется поковыряться, и может быть, получится как-то это все подраскачать, помочь и так далее. Я думаю, что многим откликнется, потому что это история про регион, где нет работы, и человек дерзнул, осмелился создавать еще рабочие места, создавать новый бренд. Мне кажется, она еще сама даже свои силы не ощущает, не понимает, да, к чему это все может привести, но у меня эта история очень вдохновляет. Конечно, я очень рад, что впервые у нас здесь, в нашей прожарке, была дама, с чем я вас и поздравляю. Оставайтесь с нами. По итогам прожарки мы выяснили, что для нашей героини на первом месте стоит желание строить собственный бренд. Но сейчас все процессы выстроены так, что у Насти просто не остается на это времени. Наша задача – помочь Анастасии освободиться от рутины и трансформировать имеющийся фундамент бизнеса «Магазин Твое Белье» в состоянии, когда она сможет контролировать все удаленно и уже после этого положить старт процессу создания своего бренда. Друзья, мы находимся в поселке Красная Яруга Белгородской области, где нас ожидают челленджи для нашего героя. Но это еще не все. Самое главное мы докажем вам, что классный бренд может начинаться из любого уголка России. Погнали! Рост бизнеса напрямую связан с умением делегировать, поэтому прежде всего необходимо определиться с задачами, которые вы готовы передать. Вот и мы решили проверить, насколько Анастасия готова делегировать задачи по управлению своим магазином и насколько ее помощница готова принять на себя эту миссию. Настя, вот смотри, клиенты часто приходили на тебя. Да. Как измерить эффективность Алины? Вот сейчас нам будет стоять Алина, не ты. Когда будут приходить и будут доверять полностью Алине, ровно так же, как и мне. Чем будем мерить эти продажи? Деньгами, средний чек. Количество покупателей? Количество покупателей. Окей. У нас сейчас в зале находится Алина. Ты будешь давать ей задание через мобильный телефон. Мы посмотрим, угадаешь ли ты ее действия и что она будет делать, либо нет. Готова? Готова. Первое задание. Навести порядок в магазине и обновить ассортимент. Прям так и пиши. Итак, сообщение отправлено. Вот она его получает. Пока его читает Алина, даю тебе три варианта ответа. Сама на свой вкус. Позвонит тебе, спросит, как лучше сделать. Либо пойдет по простому пути и сделает по аналогии с прошлыми разами. Или просто довесит размеры и приведет порядок вела. Сделает сама на свое усмотрение. Ты думаешь? Да. В 90 случаях из 100 она делает то, что мне нравится. Вспомнить какую-то такую ситуацию, когда реально вот она с чем-то не справлялась, я такого вспомнить не могу. Ты говоришь, Миш, я полагаюсь на опыт и на какие-то предпочтения самой Алины. И в этом вопросе полностью доверяю ей. Могу сказать, что да. Окей. Настя, тогда давай узнаем, что по этому поводу думает Диан Кадоева, наш эксперт. В розничной торговле важна система персонализации продаж. И это тоже является одной из задачи управляющего магазина, чтобы он собирал эти данные, изучал характер и сезонность покупок ваших клиентов. На основании этих данных составлял ассортимент магазинов. Знал, где лучше расположить новую коллекцию, где расположить акционный товар, что продать в первую очередь, чтобы управлять остатками на складе. И эти все решения он должен принимать самостоятельно. Двигаемся дальше. У нас есть второе задание. Нужно провести учет в магазине. Итак, три варианта, как будет действовать Алина в этих обстоятельствах. Первое. Сделает сама. Она, кстати, умеет делать или нет? Она не умеет. Окей. Будет звонить тебе. Либо третий вариант. Привлечет кого-то, либо погуглит, либо спросит у кого-то. Как ты думаешь, как поступит Алина? Ну, обычно в таких случаях она сразу звонит мне. Мне кажется, она пишет, и мне кажется, что она пишет не своим знакомым. Мне кажется, она пишет тебе, Настя. Настя, открывается программа, они что-то смотрят в компьютеры. Для нас это реально челлендж, потому что мы никогда с этим не сталкивались. Да, они сейчас пытаются найти бланк ревизии, сделать ревизию. Алло. Да, вы можете открыть бланк и провести ревизию. Скажи, пожалуйста, ты разочарована или нет? Абсолютно. Ты сказала, что ты хотела бы, чтобы она это делала сама. Она, в принципе, и начала все это делать сама, и только потом позвонила тебе. И ты открыла ту самую тайну, что ни она, ни ты не знаете, как делать учет. Совет от Дианы Кадоевой. Введение учета в магазине – это необходимое и постоянное действие. Оно уже должно быть выстроено на уровне системы. Но если получилось так, как у наших героев, то, конечно, необходимо проконтролировать и передать этот навык своему преемнику. Это вам очень поможет при масштабировании бизнеса. Настя, но ты же понимаешь, что это вот основа основ. Не зная этого, мы не сможем посмотреть метрики Алины, то, с чего мы начали, средний чек, продажи. Мы не сможем оценить ее работу. Задание номер три – произвести заказ партии одежды. Алина не умеет этого делать. Она не умеет это делать. Это умеешь делать ты. Тогда смотри, у нас есть три варианта. Первый – сделай сама. Реши, сколько и чего нужно, и сделай, Алина. Второй – будет звонить тебе. И третий – сделает повтор прошлого заказа. Скорее всего, она сейчас напишет, что нам нужно в магазине на сегодняшний день и примерно в каких размерах и в каких количествах. Ну, давай попробуем, просто посмотрим, что будет. Ну что, мы видим, что Алина получила от тебя сообщение. Прочитала, поняла. И задумалась, как ей поступить. Вот, пожалуйста, она делает заявку, она точно знает, что делать. Частично уже полномочия переданы. И я понимаю, что вот здесь как раз моя большая проблема, что я езжу в Москву сама за товаром, и вот этот самый главный момент. А почему нельзя и это на нее переложить? Это единственная функция, которую бы я пока оставила себе. Почему? Кто будет работать в магазине тогда? Настя, ну подожди, не будем лукавить. Кто сейчас рядом с Алиной находится в зале? Наташа. Почему Наташа не может остаться, чтобы Алина съездила? Она у нас с 1 апреля только продавцом работает. Итак, совет от Дианы Кадоевой. Все задачи, которые несут уже системный или рутинный характер, как, например, заказ базовой коллекции, вы можете смело передать уже своему помощнику. А задачи стратегического характера, такие как, например, договориться о скидках с поставщиками, заказ новой коллекции, формирование объема закупки, вы можете пока оставить за собой для своего спокойствия. Но в дальнейшем тоже передать специалисту, который будет уже к этому готов. Ну что, и у нас есть финальное задание, четвертое от Дианы Кадоевой. Подготовить ассортимент для рекламного постинга в социальных сетях. Три варианта. Что сделает Алина? Первое. Сделает все сама. Второе. Отберет вещи, приведет их в порядок, а остальное оставит на тебе. Либо возьмет старые фотографии. Я предполагаю, что она возьмет вещи, сама сфотографирует и сама выложит. То есть сделает все сама. Я думаю. Пиши. Так, Алина принимает решение отфоткать сумочки. Тут намечается какой-то креатив. Две одинаковые сумки разного цвета, и еще сейчас будет что-то манипуляции с платком. Ну, наверное, да. Я не знаю, как мне, вот, чтобы у нее был доступ к Инстаграму. Алина сейчас сфотографирует вместе с ценой, выложит ВКонтакте, но при этом она фотографии также пришлет и тебе, чтобы ты выложила в Инстаграм. Да. Следующий мой шаг – дать ей доступ к Инстаграму. Чтобы вообще сгрузить с себя эти процессы. Она тренирует свою насмотренность. Она пролистывает там другие Инстаграмы, другие соцсети. Так, размещается пост, насколько я понимаю. Да, да, указывается. Пост ВКонтакте. Выложила. Пост, лайк, и ВКонтакте у нас пост есть. И второй лайк от тебя, Настя. Ну что, а у нас есть совет от Дианы Кадоевой. Необходимо определиться с полным списком задач, которые вы готовы делегировать, чтобы двигаться дальше. И для этого нужно определить простые и понятные метрики, по которым вы поймете, насколько эффективно ваш специалист работает и выполняет свою функцию. Нужно убедиться, что специалист готов выполнять эти задачи самостоятельно, в строго оговоренные сроки и без вашего вмешательства. Настя, ну что, челлендж от Дианы закончился. Мне очень было приятно, что все-таки Алина меня не подводит. И мое внутреннее чувство доверия к ней только укрепилось. Ты готова к следующим челленджам? Готово. Несмотря на то, что бренд Сана Шаны существует не первый день, у Анастасии до сих пор есть трудности с пониманием собственного бренда. Чтобы помочь ей разобраться, мы решили вместе провести небольшое исследование и составить рекомендации для нашей героини. В ходе челленджа мы тайно познакомимся с сотрудниками и покупателями Анастасии, чтобы сделать выводы о текущем состоянии бренда. Сейчас мы будем, Настя, говорить о твоем бренде. Все, что мы о нем знаем и не знаем, ты нас обязательно поправишь. Ну что, ты готова? Да. А это откуда? Это Белгород. Это ваше производство? Да. Вы прямо здесь отшиваете? В Белгороде. У нас уже шепчется Настя с одним из экспертов, да? Когда клиент заходит, уже примерно ты видишь взглядом, какого размера носит одежду девушка, да, вот сейчас? Конечно. Поэтому, чтобы лучше, быстрее продать, я бы сразу ее подвела примерно к 44-му, к 46-м размерам. Второе, что я шепталась, да, это немножко разрядить все-таки вешалки, потому что там слишком плотно. Я обратил внимание на видео. Первое, что бросается в глаза, я прошу прощения, это нижнее белье. Да. Это, ну, по меньшей мере, кажется, что это немного странно. Мне кажется, первое, что должно бросаться в глаза, это их непосредственно бренд. Это Настин бренд. Ну, изначально же этот магазин открывался как магазин нижнего белья. И приходят именно за бельем и на вывеску твое белье, нижнее белье на входе. Оно так хорошо работает там. Миш, ты знаешь, что меня покоробило, что продавец при клиенте начал изучать состав товара. Это о чем говорить, что он не очень-то хорошо знаком с самим товаром, с размерным рядом, с ассортиментом, который представлен. Это, с одной стороны, и основа для хорошей коммуникации и пользовательского опыта, чтобы можно было, подстраиваясь под запрос клиента, предложить еще какой-то товар. И, с другой стороны, это повышение эффективности продаж, потому что за счет этого вы можете расширить средний чек покупки каждого пользователя. Друзья, давайте спросим у Насти, собираешься ли ты вообще позиционировать свой бренд? Да, я поэтому здесь, потому что изначально у нас не было такого, посмотрите, вот это наш собственный бренд. Ты не ставила такой задачей, прости? Никогда. Мне все время казалось, что, а может, это не идеально. Я бы просто немножко отстранилась, работала бы годик-два, малой кровью бы обошлась без каких-то резких телодвижений, но все-таки думала о том, чтобы рядышком в этом же месте сделать новую дверку, повесить ту же самую, а может быть, даже лучше, вывеску и людей разводить. Потому что они уже привыкнут к этому бренду, плюс я надеюсь, что менеджеры по работе с клиентами смогут уже доносить эту информацию, говорить о преимуществах и так далее. А потом мы их просто выведем, и тем самым мы еще сможем изменить цены, что тоже очень важно. То есть у всех будет понимание, позиционирование, что здесь доступно и понятно, а здесь я хочу что-то модное, особенное и с более добавленной ценностью. Настя, мы взяли интервью у твоих клиентов. Тебе интересно будет посмотреть? Мне очень интересно. Часто ли вы приходите в этот магазин? Часто. Вам нравится весь ассортимент? Нравится все, добавлять ничего не нужно. А предлагали ли они свою линию одежды? Да, платья были, ну и есть, наверное, предлагали, да. А брали ли вы что-нибудь из коллекции себя? Нет. Почему? Ну, не подошло, что по размеру. Я сама являюсь жителем города Воронеж, и по приезду сюда я обязательно посещаю этот магазин. Ну, может быть, побольше размеров моего, допустим, 42. А знали ли вы, что здесь представлена их собственная коллекция, которую они отшивают сами? И собственная линия одежды? Нет, кстати, про это не знала. Очень узкий круг людей еще знают, что именно это наш бренд, и вот настолько он неузнаваем. Может появиться прекрасное позиционирование, что первое – это локал, говорит, что это Белгород, что это производство, натуральное, ну и так далее, и так далее. Второе – это мы говорим про персонализацию. Я слышала, что там были клиенты, которые не купили что-то, потому что не было их размера. И третье – это поиск идей, потому что твои же клиенты дают классную вещь, которую ты можешь потом и штабировать. Каждая из покупательниц сказала про недостаточный размерный ряд. Раз. Причем в обе стороны и большие размеры, и малый размер. Ну, куда уже больше, с 42 до 66. Вопрос о достаточном наличии, достаточного количества. Ну, да, наверное, формулировка, да, скорее всего. Я бы обратила внимание, как минимум, на своих постоянных клиентов. Что с большей вероятностью будет пользоваться интересом и спросом? Самое главное – это вообще позиционирование своего бренда. Его надо идентифицировать. Сейчас, к сожалению, этого нет. И тут, если мы говорим про бренд, то это, естественно, про доступность, про качество товара, про стоимость. Она не может быть слишком завышена или слишком занижена. Если человек столкнулся уже с каким-то негативом, то есть, например, нет какого-то размера, например, то уже есть некое отторжение, естественно. Желательно, если ты все-таки берешься за идентификацию этого бренда, то давайте делать это качественно и действительно стратегически планировать. Есть такой момент, когда человек конкретно хочет это платье и есть возможность, то мы дошиваем размер. Классно, так должно быть. Если бы ты действительно это не замалчивала, об этом говорила и предлагала это более активно, так, наверное, ты бы не продала только 37 платьев, а продала бы 237 платьев. Ну, в смысле одного цвета и одной модели. Да не важно. Тебе просто надо этим гордиться, это надо действительно продвигать. Настя, я думаю, что ты вынесешь из этого разговора много полезного, нового для себя. Но самое главное, мы все желаем тебе, чтобы ты все это притворила в жизнь. Одно из главных желаний Анастасии – это автоматизировать свой бизнес, чтобы при помощи какого-то одного простого инструмента она могла отслеживать абсолютно все процессы, которые происходят в ее бизнесе. Многие предприниматели верят, что для цифровой трансформации нужны какие-то большие инвестиции, времени, средства, серьезная команда профессионалов. В нашем челлендже мы попытаемся разрушить этот миф и расскажем, как успешно без всего этого можно обойтись. Настя, ну что, перед нами интересный челлендж. Я буду задавать тебе вопросы, и после каждого правильного ответа ты сможешь развеять один из мифов о цифровизации, который ты сама выберешь. Идет? Отлично. Первый вопрос, который у меня есть для тебя. Очень простой и самый главный. В чем основная цель цифровизации? Ну, если у нас все оцифровано, то мы видим все основные и главные показатели, на основании которых мы можем выстраивать дальнейшие процессы в бизнесе и, соответственно, больше зарабатывать. Бинго! Настя, оно так все и есть. Тогда по нашим правилам ты должна выбрать один из мифов. Просто назови любую цифру. Пять. Пятый миф. Чтобы подключить CRM-систему, нужно хорошо разбираться в программировании или нанимать команду. На самом деле, все это полная ерунда, и у наших экспертов есть следующее мнение. На рынке сейчас есть множество интуитивно понятных сервисов, которые не требуют специального какого-то обучения, периода внедрения и адаптации. Например, Amos CRM, Zoha CRM позволят тебе быстро подключить CRM-систему к своему бизнесу и собирать все данные о своих покупателях в онлайне, тем самым повышая эффективность продаж. Системы полностью интегрируются с e-mail, входящие и исходящие письма, отправленные даже из привычного почтового клиента, автоматически добавляются в соответствующие карточки клиентов. Так у вас ни одно письмо не потеряется. То же касается и телефонных звонков. Вы интегрируете систему с оператором мобильной связи и сможете звонить клиентам в один клик прямо из карточки. Обычно мы боимся таких сложных программ, которые, нам кажется, усложнят только нашу жизнь. Я с удовольствием поменяю, наконец-то, тетрадку на CRM-систему. Второй вопрос. Связана ли цифровизация с клиентским опытом? Я даже не знаю, какая связь, но мне кажется, обязательно он должен быть связан в 21 веке. Да, связь есть. У тебя пришел человек в магазин, и вот ты с ним работаешь. А управляя цифровым опытом взаимодействия, ты продолжаешь его сопровождать после того, как он уже из твоего магазина вышел. То есть ты можешь ему проще предложить повторную покупку, рассказать о скидках, взаимодействовать с ним дальше. Выбирай миф. Первый. В данный момент существует куча платформ и конструкторов сайтов, таких как Redimac или Tilda. Также есть специализированные по платформе Shopify, их российские аналоги, на базе которых можно сделать без знания языка, без услуг дизайнера, просто по шаблонам самостоятельно собрать себе интернет-магазин и запустить его буквально за день. Наполнить ассортиментом и пустить туда какую-нибудь рекламку. И это все будет стоить очень-очень дешево. Тебе вообще нужен онлайн-магазин или нет? У меня всегда были сомнения насчет этого. Сейчас есть любой конструктор, с помощью которого ты можешь проверить эту гипотезу просто за день. Отлично, я попробую. Вопрос номер три. Цифровизация и автоматизация. Одно ли это и то же? Я думаю, что это не одно и то же. Бинго, Настя, а почему? В моем представлении, что автоматизация — это когда все процессы настроены автоматически, а цифровизация — это когда из конкретных цифр ты увидишь аналитику и можешь что-то просчитать. Абсолютно правильно. А для нас самое главное сейчас — выбрать миф. Скажи номер. Миф номер восемь. Одновременно управлять многими цифровыми сервисами сложно. И это на самом деле абсолютная ложь. В целом, ноу-код подход подразумевает, что у вас будет какое-то количество сервисов, которые решают точечные проблемы бизнеса или позволяют вам оцифровать точечный бизнес. Но при этом есть интеграторы, которые эти все системы сводят воедино, соединяют. Они позволяют интегрировать все эти сервисы и платформы, прокидывать данные между собой, собирать больше аналитики и формировать какую-то отчетность. И в целом автоматизировать бизнес-процессы вашей компании. Итак, следующий вопрос. С чего нужно начинать цифровизацию? В нашем случае мы начали с того, что у нас все товары занесены, количество с ценами. То есть мы описываем текущее состояние бизнеса. Что у тебя есть? Сотрудники, товары, материалы, документы. Деньги, выручку, доходы, расходы. Да. Теперь смотри, мы описали одну точку. А теперь самое главное вот это. Я не знаю. Ты описываешь текущее состояние бизнеса и потом описываешь желаемое. Желаемое. Конечно. То есть какие показатели у тебя должны измениться из вот этих всех и каким, собственно, способом. То есть, например, сколько продукции ты хочешь производить в твоем случае или продавать. Все очень просто. Выбирай миф. Оказывается, да, что все очень просто. Номер 9. Итак, девятый миф. Если у меня небольшой бизнес, то киберпреступники мне не страшны. Лаборатория Касперского – один из лучших разработчиков программного обеспечения в мире. Специально для малого и среднего бизнеса мы предлагаем Касперский Endpoint Security Cloud. Это решение помогает бизнесу безопасно проводить финансовые операции в интернете, создает и надежно хранит устойчивые к взлому пароли, блокирует атаки вирусов, создает автоматические резервные копии всех ваших файлов. Управление из облака, все максимально автоматизировано, достаточно удаленного или просто приходящего сисадмина. Совсем не важно, есть ли у тебя сайт или нет. Безопасность в современном мире цифровая очень важна. Настя, но самый главный вывод после этого челленджа – что существует множество инструментов, которые облегчат твою жизнь как бизнесмена. Большинством из них ты можешь пользоваться практически бесплатно. Ну что, друзья, этот час настал. Все челленджи завершены. Мы сидим здесь, чтобы услышать фидбэк от тебя и напоследок, конечно же, тоже тебе кое-что сказать и более того, даже кое-что подарить. Забегай вперед, скажу я. Я услышала то, чего я хотела. Обратную связь, которую я так мало получала. Какие-то сомнения у меня ушли. Посмотрела другими глазами, глазами экспертов, глазами покупателей. Я поняла, что не надо бояться, что надо об этом говорить, что надо верить в то, что делаешь, и тогда все получится. Но на самом деле все внутри тебя, это внутри твоей головы действительно сказать, вот по-честному сказать себе, да я могу, у меня крутой бренд, шью крутую одежду, я могу. И я могу вот из этого небольшого населенного пункта в Белгородской области ты дальше выйдешь на какие-то уже более промышленные масштабы в рамках всей страны. Настя, вне зависимости от того, какого у тебя бизнес, большой, маленький, средний и так далее, важно, чтобы он был защищен. Так вот, специально для тебя мы дарим наше суперклассное решение Касперский Endpoint Security Cloud, который защитит все твои цифровые устройства от всех возможных компьютерных угроз. Поздравляю. Но это не все. На самом деле у нас есть самый главный подарок тебе. Это полмиллиона рублей на развитие твоего бизнеса, чтобы ты дальше расширялась, внедряла и все делала правильно, как говорят вот эти суперопытные люди. Ну что, а теперь, наверное, на последующих советы, которые наши эксперты приготовили для тебя, Настя. Да, однозначно первый шаг — это делегировать. Но на данном этапе, Настя, делегировать только те процессы, которые уже выстроены. Чтобы у тебя у самой высвободилось время, чтобы ты могла заниматься дальнейшим развитием своего бизнеса, выстраиванием стратегии, позиционирования своего бренда. Я бы еще, знаешь, сказала, на что обратить внимание, расширение каналов продаж своих товаров и своего бренда в том числе. Протянусь к Диане и добавлю про цифровизацию. Цифровизация — это важно. Ты сама это понимаешь. То есть опять вот все там на коленке записывать в блокнотик и все как-то считать, дебет с кредитом сводить, наверное, странно. И опять же в рамках челленджа мы с тобой выяснили, что это не какой-то rocket science, это не какая-то высшая математика внедрить цифровые инструменты, те, которые тебе нужны. Ты сама опять же поймешь, что именно тебе нужно оцифровывать, а что нет. Это действительно важно, это точно должно тебе помочь. Чтобы не считать вручную выручку. Конечно, конечно. Да, и это не расходы, это инвестиции для твоего бизнеса. Да. Моя рекомендация — начать с простого. Потому что уверенность в себе надо подпитывать. И если ты сразу замахнешься на что-то очень большое в начале, ты можешь с этим не справиться. И ты подумаешь, ой, это не мое, или я там недостаточно хороша, и что-то не получается. Первое — простое. СММ. Да, вот эти сторис, посты побольше, интерактивы с твоими клиентами, таргетирована немножко реклама на конкретно там твой поселок, и там возьми там плюс пять километров, например. Второе, да. А все, что связано с твоим продуктом, то есть товаром. Смотрим туда. Про модельный ряд, про размеры, мерчендайзинг туда же засунь и так далее. Там вывеску, все туда же, вот все вместе соедини. Там третье — про сервис. Сфокусируйся сейчас на первых, допустим, трех задачах, и пусть все твое время будет посвящено только решению этих трех задач. И ничему больше. Настя, ну и у Саши тоже есть для тебя пожелания. Я от себя хочу посоветовать все-таки попробовать запрыгнуть в маркетплейсы. Пусть это будет Wildberries или там их конкуренты, неважно. Будь готова к тому, что там будет довольно высокая конкуренция. Поэтому тебе я также посоветую немножечко причесать свой бренд, чтобы он был там чуть более заметный и чуть больше похож именно на российский бренд одежды, которую ты делаешь сама и отдаешь ей так много любви и внимания. Успехов тебе. Проект мне дал снова вот вернуться в те эмоции, с чего все начиналось. Вот это классно. Я, конечно, бы хотела обратиться ко всем предпринимателям, и начинающим, и действующим, которые много лет, так же, как и я, возможно, находятся в рутине. И для тех, кто даже не допускает мысли о том, чтобы стать предпринимателем, надо перестать бояться. И совсем не важно, где вы живете, в маленькой деревне, в мегаполисе, в городе-миллионнике. Главное делать то, что ты любишь, и тогда все получится. Дорогие друзья, еще один наш выпуск подошел к концу. Обязательно пишите в комментариях, что бы вы посоветовали малому бизнесу в регионах, как увеличить продажи, что угодно нам было бы интересно их почитать. Ставьте лайки, шерьте, репосте и знайте, скоро будет доступно новое обновление. Субтитры сделал DimaTorzok